хабаровск комсомольская площадь у нас сегодня полиции как никогда два автомобиля и вон там вот и вон там и по всем углам ходят эшники до против вас одной полицию так как сегодня приговор будут зачитывать сергей иванович который этот прокурор запросил 23 года строгого режима и сегодня огласить свой это преступление свое решение на не побоимся этого слова выполнить вершитель судеб этих людей я вот хочу вот этих этим вершителям которые за стенки самых честных засудят за стенки за труд чтобы им не спалось не жралось от всей души прям желаю чтобы эти лица невиновные перед их глазами постоянно были где бы они ни были на работе или даже в туалете или где на по дороге от всей души желаю чтобы покоя им не было чтобы не могли всех снять всю банду а то как-то неудобно все мне да мне а вроде остальные как стороне остались они же тоже страдали они также проходят по законному действую я хочу буквально эти слов обратить ваше внимание на беспредел который происходил в течение 11 месяцев когда у нас были брения прокурор обращает присяжность дословно сказал вот они здесь присутствуют не дадут ли собрать да у нас нет никаких доказательств по этой статье это дело не осуждали но уважаемые 50 заседателей проявите гражданскую позицию признайте пожалуйста визу я думаю больше говорить не очень глубоко конспирировано что я просто не знал но прокурорами открыли глаза и рассказали теперь я знаю теперь я знаю поля стоячих мест нет только снятия смешно снятия извините вот это все ну ладно я у судей был сегодня последний шанс по закону он вправе был отвергнуть вердикт присяжных вынести оправдательный приговор либо распустить коллегию и назначить новое судебное разбирательство причем это его решение не подлежало апелляционному обжалу судья цой геннадий алексеевич этим правом своим не воспользовался и по сути утвердил незаконный сейчас мы можем об этом сказать незаконный вердикт присяжных если в двух словах незаконность вердикта заключается в том что розданный нам вердикт не содержит никаких признаков голосования никаких распределения голосов между присяжных в переводе на простой язык это означает что вердикт не был вынесен установленным законом порядке и все эти заявления о единодушном решении они не стоят выеденного яйца по одному простому признаку что коллегия присяжных после трех часов заседания обязана была приступить голосованию и указать в вердикте результаты этого голосования мы до сих пор с вами не знаем и уже не узнаем потому что документ оформлен как они голосовали было ли голосование какое распределение голосов кто был за ну не персонально сколько было за сколько было против это настолько грубое нарушение уголовно-процессуального кодекса что вся практика верховного суда российской федерации основана на том что такого рода вердикты отменяются и дело передается на как минимум на новое судебное разбирательство кто вы свободны кто вы свободны кто вы свободны кто вы выиграете кто вы довольны ли вы приговором назначены что защита сейчас поступила адвокаты сказали что на их взгляд имели место официальные нарушения что что присяжные при оформлении опросного листа не указали результаты голосования, что это основное как раз нарушение, было ли оно, как вы считаете, ну и, соответственно, какие шансы на отмену приговора, на ваш взгляд. Вначале преследовательства. Государственный обвинитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Коробейников Александр Викторович. Как вам известно, 2 февраля сего года присяжные заседатели признали виновными всех подсудимых в совершении заказных убийств на территории Хабаровского края и Амурской области. Не являясь профессиональными судьями, присяжные разобрались в деле и смогли установить истину. Мы с большим уважением относимся к их решению. Сегодня на основании вердикта присяжных заседателей был постановлен приговор, то есть судом дала юридическая квалификация содеянному и каждому из подсудимых назначено наказание. С приговором мы согласны, считаем его справедливым. На данный момент это все комментарии, которые мы можем дать. А не с вашей ли подачи было? Были ли там нарушения? Уважаемая пресса, благодарю вас. А вам не стыдно? Вам не стыдно? Позор! Просто позор! 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 Позор!